Маринованные помидоры по такому рецепту мой самый любимый вид консервации. Рассол, в котором будут мариноваться помидорки, очень вкусный. У нас часто бывает так, что помидорки еще не успели съесть, а рассола уже нет. Я всегда начинаю со стерилизации банок, это очень важно. О времени стерилизации банок я писала в прошлом видео. Кто не смотрел, заходите в подсказку и читайте. Крышки бросаем в кипящую воду и выключаем плиту. Таким образом они стерилизуются. Сельдерей замочите в холодной воде минут на 10, а затем хорошо его промойте. Все, что вы будете бросать в банку, обязательно должно быть чистым, поэтому все хорошо моем. На дно банки я бросаю 3 зубчика чеснока, где-то 10-15 горошин черного перца, веточку сельдерея, сладкий перец и лук. Нарезаем вот такими вот кольцами. Теперь наполняем баночку помидорками. Прижимать ничего не нужно, просто размещайте так, чтобы больше поместилось. Наполовину банку наполнили и добавляем еще лук и сладкий перец. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И таким образом заполняем все баночки. Теперь все заливаем крутым кипятком. Накрываем крышкой и оставляем на 20 минут. Прошло 20 минут, сливаем воду и снова ставим ее на плиту. Доводим до кипения. Теперь в каждую банку насыпаем 1 столовую ложку соли, 2 столовые ложки сахара и 1 столовую ложку уксусной кислоты. Как вода закипела, заливаем наши помидоры второй раз, накрываем крышкой и закручиваем. Теперь аккуратно переворачиваем банку и смотрим, чтобы возле крышки нигде не выступала вода. Если вода где-то выступает, значит плохо закрутили крышку. Попробуйте докрутить эту же, либо замените на новую. И еще один важный момент, после того, как закрутили банки, обязательно их хорошо укутайте. Используйте одеяло, пледы, куртки, пуховики, все что есть. Нужно как можно дольше сохранить тепло в банках. После остывания банки у нас хранятся в кладовой и всю зиму стоят без проблем. Спасибо, что были со мной. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А я желаю вам хорошего настроения и удачных заготовок на зиму!